Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 22 апреля 2020 года. Сегодня тоже интересная дата, 22.04.2020. Сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина, несостоявшийся плебисцит и коронавирус. Мы находимся в самоизоляции, а я продолжаю делать фильмы по допотопному Сталинграду. Материал очень много от жителей Сталинграда, которые неравнодушны к своей истории и которые поддерживают так называемую альтернативную историю, тему засыпанных городов и предыдущей допотопной развитой цивилизации. Это будет небольшой ролик, потому что впереди ещё пятая часть, она будет более объёмная по материалу. Вот ещё один житель Волгограда, Сергей Коновалов, неравнодушный исследователь, который мне написал в личку ВКонтакте. Вот он, Сергей Коновалов, что есть ещё материал по Волгограду. И я очень благодарна Сергею, который мне напомнил, что в моей группе «Искажение, история» он дал ссылки. Был пост по Сталинграду. Да, у нас вот в дружбе с Оксаной Локтевой, она сама родилась в Сталинграде, очень много его знает, и много материала было в моей группе. Кстати, приглашаю в эту группу «Искажение, истории, что есть истина». Здесь очень много интересного материала. Ну, если в ленте, может быть, можно заблудиться, то в темах там очень много исторического интересного материала по годам. В своё время было много замечательных исследователей, людей, которые делились интереснейшими, уникальными материалами. Также здесь есть интересные фотоальбомы, ну и видеоподборка тоже замечательная. Многих-многих авторов. Потому что очень многие известные сегодня блогеры начинали, и в том числе и с моей группы. Как это ни странно, они уже давно меня обогнали, но тем не менее начинали они с этой группы «Искажение, история». Так вот, возвращаюсь к странице. Сергей, вот по этим ссылкам я сама перехожу. Вот он мне нашёл эту беседу. По Сталинграду здесь говорится о доме Миллера, о многих домах, которые были снесены в хрущёвскую эпоху. Вот я сама здесь пишу. Ещё царица Сталинград-Волгоград. Он пострадал не только от Сталинградской битвы, но и от рьяных советских чиновников. В 1960-х годах уцелевшие памятники архитектуры на берегу Волги и после войны были безжалостно снесены, не дрогнувшие рукой, строители коммунизма и поклонников кукурузы. Это, кстати, снесение вот этой архитектуры, допотопной или такой вот интересной исторической архитектуры. Это в хрущёвские времена было не только в Сталинграде, но и в Новороссийске. То есть и так зданий-то нету. Казалось бы, вот оно, крепенькое здание. Можно было бы его, этот дом Миллера, можно было бы его восстановить, можно было бы его приспособить. Вот, да, или завод вот этот был снесён. То есть это всё можно было приспособить, потому что не было жилого фонда, дома были разрушены, ведь у меня очень многие пишут, что ничего не было, всё было разрушено. Вот, пожалуйста, это ещё 60-е годы, это ещё всё стоит. Потом это было снесено. Но спрашивается, зачем, кому это понадобилось всё это сносить. Но дело тут даже не в этом, на что я обратила внимание. Это публикация была 7 мая 2017 года. И вот здесь я даю ссылку на материал, откуда я это взяла и разместила. Это статья «Закопанные дома». Переходя по этой ссылке, мы попадаем на известный уже сайт, я с него много брала материала, «Экскурсия Царицына». И статья «Закопанные дома». Роман и Шкода. А мне, вот по моим сегодняшним фильмам по Сталинграду, допотопному Сталинграду, писали неравнодушные жители, следопыты, говорили, что вот замечательный у нас роман Шкода, экскурсовод, историк, краевед. Очень много он интересного рассказывает, они его уважают, действительно. Но единственное, что вот минус, он категорически ничего не хочет слышать про «Закопанные дома». И вдруг, вот сейчас, изучая, вспоминая вот эту статью, я вижу, что автор роман Шкода опубликован 14 ноября 2012 года. Это ещё за три года до того, как я начала заниматься этой темой. То есть роман Шкода уже про «Закопанные дома» вовсю писал. Я-то начала только в 2015 году после роликов Кунгурова. Я была одна из первых после Кунгурова, кто в Ютубе начал делать ролики. А блогеры уже писали в статьях. И вот, пожалуйста, роман Шкода занимался этими «Закопанными домами». Почему он сейчас это отрицает? Это уже другой вопрос. Возможно, вопрос политический. Возможно, вопрос личного какого-то устройства или труда устройства. Возможно, ему не рекомендовано заниматься этой темой. Возможно. Но факт в том, что он об этом писал в 2012 году. И вот этот материал я брала как раз с этой статьи. Он рассказывает про мост через реку Царицу, по реке Царица, которая там была. Фотографии показывают. Показывает, что вот они, старые дома есть. И про то, что они закопанные есть. Замок Миллера. Вот это всё вообще. Вот видно, что здесь что-то так вот с грунтом. Но это не совсем просто. Не совсем всё просто с этим грунтом. И дом этот он заполнен. Что там было изначально, когда он строился, непонятно. Но вот внизу он точно этим грунтом-то привален. Заполнен как бы вокруг этим грунтом. Вот он сам Миллер. Вот Роман Шкода даёт фотографию с завода, что ещё в 60-е годы были. Чем-то похож на замок Галкино, деревня Грязь. Можно было после войны восстановить этот замок, использовать его. Но его решили снести. Вот видите, какие крепкие стены. Это в разрушенном-то Сталинграде. И вот там ещё стоит. Вот он отсюда виден с моста. То есть он не мешал, в принципе, мосту. Его можно было оставить. Вот ещё дом. Это тоже всё снесено, насколько я понимаю. Вот здесь домик виднеется. Тоже закопыш. Капитальное строительное здание тоже снесено. Вот оно. Напоследок, откуда все эти дома взялись. То есть статья очень интересная. Здесь есть 24 комментария. Всё я читать не буду. Вот Роман Шкода сам отвечает, куда ему писать. И вот эта фотография. Мост через реку Царица. И вот ещё обозначено старое здание, которое тоже можно было бы сохранить. Использовать. Потому что это каменное здание. Оно тоже засыпано. Тут видно. Но это вот только то, что осталось благодаря энтузиастам. Царицинское здание, хорошо сохранившееся после войны. Спасибо всем неравнодушным людям, которые находят такие материалы. И благодаря их находкам, их труду, их неравнодушию, мы можем собрать какие-то пазлы воедино. Вот все вместе, общими усилиями. И, в принципе, у нас получается. Ещё с одного сайта по Волгограду, по старым фотографиям, вот сразу походу нашла ещё один закопыш. Вот у нас такая фотография есть. Видно, что поток, он как селевой растекался уже. Потом я говорила, что это моя версия, что это всё сверху сыпалось, и потом это растекалось. Это здание, по всей видимости, из красного кирпича, оно тоже вот здесь вот подзасыпано. Вот так вот это всё стекалось. И вот эти здания, там 100% есть этажи подземные, подзасыпанные. И вот он тоже стоит, такой домик интересный. Он как будто врезался. Такое ощущение, что вот этот холм, его как бы подрезали, и вот сюда встроился этот дом. То ли он уже тоже, вот его откопали от этого холма, и подреставрировали, сделали крышу. Вот такое ощущение, что продолжение было. Видите, чёткая тень, такая прямая, прямоугольная, вертикальная стена. То есть так холмы, они не стоят. Он откопанный, и он обрезан. По всей видимости, он наплыл на этот дом, но этот домик вот так вот его освободили от этого грунта. Такое мое впечатление по этой фотографии. Такое ощущение, что там ещё что-то есть, но просто, может быть, ресурсов не хватает. Вот под всем этим засыпами там это есть. А я возвращаюсь опять к странице Сергея Коновалова ВКонтакте, его находкам тоже 2017 года. Это вот материал, который в нашей группе «Ускажение истории» Сергей мне напомнил. И это, кстати, к нашей теме, потому что вот в заброшенном парке «Дружба» это старая бикетовка. Сейчас мы её посмотрим на карте. Стены местами видно достаточно толщёные, также сохранились фундаменты. Весь парк изрыт, доля поперёк. Канавы местами прям глубокие. Рядом не развален ничего, только это кусок стены и всё. Вот сейчас мы посмотрим этот материал. Ну, здесь это может быть и советского, потому что бетоном залит. Это непонятно что. Вот это могла быть и допотопная постройка. Дом был точно, облицовка, штукатурка изнутри. То есть, когда-то это было что-то жилое, но никакой информации об этом нет. Фрагменты стен, остатки, кирпича битого. Вот довольно хорошо сохранился фрагмент. Дома. Всё это засыпано, как мы видим. Это уже грунт. Это не значит, что это 19 века. Грунт. Здесь действительно могло быть и с войной связано. Изначально дом, какие-то части были засыпаны. Вот видно, что дорога там внизу. Это уже такой грунт более поздний. Что-то и горело. Ну, то, что здесь был дом, это однозначно. По официальной версии, это часть моста, но всё-таки глубоко в земле. Где-то ещё останется. Ну, не знаю, что это за мост такой. Фрагменты похожи, как на слуховые окна в домах. Хотя трудно мне судить по фотографиям. Низ природного камня уходит глубоко в землю. Из-за рваного природного камня. О природном камне мы ещё поговорим. Из-за бутовки – это в пятой части. Я покажу. Вот. Ну, может быть, это опоры моста. Ещё фрагмент. А, вот он, бутовый камень. Это говорит о том, что постройка древняя. Вот часть постройки однозначно древней здесь была. Ещё фрагмент. То, что осталось. И никакой информации. А теперь мы посмотрим это место на карте. Вот район Бикетовка, старая Бикетовка. Вот он, парк дружбы. Вероятно, где-то здесь и находятся эти странные развалины. Где-то здесь. Ну, что интересно, что это место я показывала, как старый канал, Волгодон, первый канал Волгодон с рекой Отрады. Об этом подробно материал мне прислали. И мы поговорим в пятой части продолжения. Я говорила, что здесь дальше есть рукотворные каналы. Пока на них никто не откликнулся из местных. И что ещё Мёртвый город существует по Царицинской ветве, по Царицинской линии. Там дальше. Но сейчас немножечко рассмотрим этот район. Что здесь ещё я увидела в общении в переписке с другим человеком из Сталинграда. Вот что я увидела. Мне сказали, что попасть сюда очень сложно. Здесь промзона, какие-то болота. Ну, заболоченные всё это видно. Это очевидно. Вот это всё заболочено. Но тем не менее какая-то ещё структура типа звёздочки сделана. Непонятно. То, что это дороги, они выше вот этого заболоченного места, что это за звезда такая связана она с самим заводом. Когда это сделано или это следы предыдущего чего-то. Сказать сложно. То, что здесь, конечно, что-то вот тоже прослеживается. какие-то линии. Всё это под водой, вот под болотом, под таким. Вообще места интересные, конечно. Но меня радует, что сейчас всё больше и больше людей из Сталинграда стали заниматься поисками. И я думаю, в ближайшее время у нас будут новые сенсации по этому городу. А я вам расскажу много всего ещё интересного и от жителей, от самих, по их информации, их мысли, потому что они живут в этом городе. Здесь жили их бабушки и дедушки. Здесь были люди, которые, в общем-то, связаны с войной, которые прошли эту войну в Сталинграде. Хотя здесь было что-то безумие какое-то творилось. Армагеддон такой творился. Мы об этом поговорим в пятой серии. Благодарю вас за внимание. Думаю, что и этот фильм вам был интересен, познавателен. Делитесь этими видео, пускай больше людей знают о таких исторических местах, которые непосредственно связаны с войной. Мы думаем, на самом деле здесь гораздо глубже история, не просто официальная история старого города, она ещё более глубокая история. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова